МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Около 400 обманутых дольщиков Миловского парка получат свое жилье. В эфир рассказали, как по-умному провести в квартиры интернет. Произведения современных башкирских писателей поставят на сцене уфимских театров. Застройщики, семинары и мастер-классы. И все на одной площадке. В Уфе проходит форум «Уралстройиндустрия». Он объединяет две выставки и большую деловую программу. Здесь можно познакомиться со строительными компаниями, проконсультироваться по вопросам приобретения жилья, взглянуть на современные технологии и узнать о развитии рынка недвижимости. Очень амбициозные задачи поставлены нашим президентом для республики Башкорстан. Это значит в полтора раза увеличить строительство жилья. Это довольно сложная, но достижимая задача, над которой мы с вами вместе будем работать. Через пять лет республика должна строить не менее 4 миллионов жилых квадратных метров в год. В этом также должна помочь льготная ипотека. А чтобы проживание в квартирах было комфортным и безопасным, компания Уфанет разработала умные технологии, которые помогают управлять жильем мобильным приложением. Сейчас я вам продемонстрирую умный домофон от компании Уфанет, нажимаю номер квартиры. Звонок сейчас проходит как на квартирную трубку, так и на ваш смартфон. Вот то есть вы можете поговорить, можете, если вам этот человек не интересен, положить трубочку, либо открыть дверь. Если хозяина квартиры не оказалась дома или на телефоне не было интернета, он может просмотреть в архиве, кто к нему приходил. Видеозапись хранится три дня. Установить умный домофон можно в любом доме. Сделать умным можно не только домофон, но и квартиру. Технологии компании Уфанет позволяют при помощи мобильного приложения дистанционно снимать показания счетчиков, перекрывать воду и даже выключать свет. В столице Башкирии умные технологии компании Уфанет используют крупнейшие застройщики. ПСК-6 это застройщик, который существует на рынке 28 лет. За время нашей работы мы построили множество жилых домов, жилых комплексов. И на данный момент, по этому году мы собираемся вводить, планируем вводить 90 тысяч квадратных метров жилья. На протяжении всего времени нашей работы, особенно последние годы, мы тесно сотрудничаем с компанией Уфанет. С момента проектирования, через момент эксплуатации и, соответственно, последующее обслуживание жителей. У нас домофоны в домах Уфанетовские, у нас видеонаблюдение Уфанетовское в домах. У нас жилой комплекс «Венский лес». Это три жилых дома и многоуровневая парковка на 499 машин и мест. С апреля месяца мы начали сотрудничать с компанией Уфанет. Мы выбрали как надежного партнера. Совместно с компанией Уфанет проработали удаленный сбор данных с приборов учета. Это у нас вода, тепло и электрика. На форуме «Уралстройиндустрии» компания Уфанет представила технологии строительства сетей внутри домов. Одна из них открытым способом в кабель-каналах. Она используется в уже построенных многоэтажках. Заходим мы по оптической сети. В квартиру заводится оптический кабель. Уже клиент получает оптику в квартиру, соответственно, и высокоскоростной интернет. Второй способ строительства чистым подъездом применяется на этапе возведения домов. Возможно, в том случае, когда застройщик предусматривает слаботочную нишу. То есть это углубление в стене, куда мы все слаботочные межэтажные стейки ставим и, соответственно, разводку. Разводкой по квартирной идет стяжки пола, либо пол потолка, если это подвесной потолок. Еще один способ размещения сетей в специальном помещении, который строительная компания сразу предусматривает в своем проекте. Ты спокойно можешь зайти, демонтировать, монтировать, модернизацию сделать. И, в принципе, какой бы оператор ни заходил, это будет уже цивилизованно. Мы говорим о том, что должны быть коммуникации в строящихся домах, готовые для того, чтобы прокладывать эти коммуникации. Там оптоволокно, там медь, там, ну и так далее, и так далее. Вот мы приводим пример, что вот такая ниша должна быть, вот с таким крепежом, где любой оператор может легко провести свои коммуникации. Или даже тот же самый дом может вот эту слаботочку провести, там, оптоволокно, все что угодно. Вот эти все коммуникации в доме должны быть готовы к тому, что человечество умнеет. Познакомиться с умными технологиями компанию Фонет можно на форуме Уралстроиндустрии, который проходит на ВДНХ Экспо. Выставка продлится до 28 сентября. Рустам Нурешев, Никита Бычков, Городской телеканал ЮТВ. В Уфе после поручения Хабирова о подаче отопления в некоторых домах еще нет тепла. 24 сентября в соцсетях появилось множество жалоб на отсутствие отопления в квартирах. Напомним, 23 сентября на оперативном совещании ради Хабиров поручил до конца дня обогреть все дома в Башкирии. Также на своей странице в соцсети глава республики попросил пользователей сообщать ему, если где-то еще не дали отопления. По состоянию на 24 сентября под этим постом оставлено более 8 тысяч обращений. Администрация Уфы в свою очередь сообщает, что если вам до сих пор не дали отопления, можно обратиться по телефону 235 48 00 или 235 95 35. Также в районные подразделения управления по гражданской защите или в управляющей организации своего района. Номера телефонов указаны на экране. После возмущений ради Хабирова о состоянии дорог на въездах в Уфу, Нагаевское шоссе закрепили за Кировским районом. Как отметил на оперативном совещании мэр города Ульфат Мустафин с персональной ответственностью главы этого района. Напомним, ранее дорога территориально попадала в введение сразу двух районов – Октябрьского и Кировского. Сейчас здесь наводят порядок. Планируется скосить траву, подстричь кусты, убрать мусор и установить барьерные ограждения. Ситуация по разделению границ, уборки территории наблюдается по всему городу. Я неоднократно вам об этом говорил, поэтому поручаю вам в течение двух дней разработать пострадание и представить его мне. Данную работу вы должны были подготовить еще в прошлом году. Это недоработано с вашей стороны и бесконтроль со стороны Стала Сахевича. Потому что у нас происходят такие вещи. То, что по округу Галли по одной стороне катается Октябрьский район, по другой стороне Советский район. То же самое по улице Комсомольской, по улице Зорге. Сейчас необходимо навести там полный порядок. Долги есть за газ? У нас за газ. Мы сейчас через суд это все решаем дело. Ну решайте, пожалуйста. Мы банкроты, понимаете? Эта женщина утверждает, изначально долг за газ не превышал 70 тысяч рублей. А теперь почти 200 тысяч. Уфимка говорит, пытается закрыть долг, но денег не хватает. Теперь судебные приставы вынуждены арестовать и реализовать часть ее имущества для покрытия задолженности. И что вы хотите с этой акцией сделать? За долги? А у нас нет денег сейчас отдавать. Вот сейчас мы посмотрим все имущество. То, что есть, что нету. Составим акт. Если есть имущество, значит арестуем. За комфорт надо платить. В Башкирии в преддверии нового отопительного сезона проходят рейды по взысканию долгов за услуги ЖКХ. Их проводят судебные приставы совместно с сотрудниками коммунальных служб. С начала 2019 года жители республики за жилищные коммунальные услуги задолжали более 5 миллиардов рублей. В рамках этих рейдов будет производиться арест и принудительное взыскание долгов по исполнительным производствам указанной категории. При задолженности свыше 3000 рублей мы имеем право арестовать имущество и, соответственно, реализовывать в дальнейшем данные имущества. С начала года судебным приставам удалось взыскать жителей Башкирии более миллиарда рублей. Порядка 150 должников привлечены к административной ответственности. Погашать необходимы даже маленькие задолженности. Например, неоплаченные 200 рублей с учетом всех штрафов могут вырасти в 6 раз. Узнать о своих задолженностях и погасить их можно с помощью ресурса «Банк данных исполнительных производств», который находится на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ. Почти 400 обманутых дольщиков Миловского парка в конце октября получат квартиры в микрорайоне «Молодежный». В самом комплексе сменят застройщика. Об этом стало известно на очередном стройчасе в Доме республики. Октябрь, конец месяца, это 28-й. Нормально? Тогда 28-й вы поставьте, пожалуйста, протокол доложить реализации жилья для 392 человека 28 октября. Итак, мы схему утвердили. По финансированию мое поручение есть. Значит, вы начинаете работать. 28 октября мы вручаем ключи. Все остальное идет. После этих событий мы тогда вас заслушаем где-то в октябре, что идет. Давайте дадим спокойно работать. Напомним, дольщики жилого комплекса «Миловский парк» должны были получить свои квартиры еще в 2015 году. Однако строительство затянулось. В августе 2018-го долгожданные ключи от квартир получили около 150 уфимцев. Однако на данный момент еще сотни семей ждут свое жилье. В Уфе сотрудница банка «Открытие» вынесла из кассы более 43 миллионов рублей. По данным следствия, женщина, работая управляющим дополнительного офиса, начала присваивать себе деньги еще в 2017 году. Вместе с другой сотрудницей их махинации продолжались до июля текущего года. Уголовное дело было возбуждено по заявлению банка. Материальные интересы клиентов, ставших объектом действий мошенников, не будут ущемлены, сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на пресс-секретаря филиала «Приволжский» банка «Открытие». Как предполагает следствие, управляющая офисом, а также ее предполагаемая сообщница, чтобы покрыть факт недостачи, закрывали вклады клиентов банка. Таким образом, пострадали счета около 50 вкладчиков на общую сумму более 43 миллионов рублей. Напомним, в конце мая сотрудница банка из Салавата украла из кассы более 20 миллионов рублей. Месяц с лишним кассирша вместе с мужем, сестрой и двумя несовершеннолетними детьми скрывались на съемной квартире в Казани. В настоящее время женщина находится в СИЗО. Эскиз спектакля по произведению финского писателя Игоря Савельева представил режиссер Айнур Гайсаров. Это его первая работа в рамках режиссерской лаборатории – образовательного проекта, который дает возможность молодым режиссерам и драматургам проявить себя. Меня переполняют эмоции, я очень нервничаю, я очень волнуюсь, я очень психую, я весь на нервах. Это моя первая лаборатория, это для меня очень волнительно. Участники лаборатории – режиссеры и драматурги из Уфы, Стерли, Тамака, Альметьевская, Салавата. Они прошли два этапа. Первый – работа с постановкой прозаического материала на сцене, а сейчас второй – показ эскизов спектаклей. В основе исключительно тексты башкирских современных авторов. У лучших работ есть возможность попасть на подмостки государственных театров республики. Наша следующая с вами встреча должна произойти именно на премьере этих спектаклей. Ну, как мне известно, уже три из шести эскизов уже одобрены театрами и войдут в их афишу. Для работы с режиссерами и драматургами организаторы лаборатории пригласили экспертов. Искандера Сакаева – художественного руководителя театра «Левендаль» из Санкт-Петербурга и российского драматурга-сценариста Ярослава Пулинович. Постановка современной региональной прозы для них – новый опыт. Открытием стали и молодые башкирские режиссеры. Я для себя открыл, например, совершенно фантастического актера, режиссера и теперь уже драматурга Айдара Зарипова из «Стерли, Тамака». То есть вот мы взяли книгу тезисов, афоризмов Айдара Хусайдина, что такое уфимец, да? И как-то вот он раз за ночь написал, и я понимаю, что это фактически новый ревизор. Это как-то так круто, когда вот на глазах рождается нечто из ничего. Это здорово. И ты к этому имеешь какое-то там косвенное отношение. Ну, по крайней мере, не мешаешь уже хорошо. Режиссерская лаборатория – это также возможность соединить в одном проекте драматургов и режиссеров. Дать им возможность поработать вместе. Владимир Жеребцов, Марат Мухлисов, Екатерина Тимофеева, Антон Бескаравайный и Айдар Зарипов. Имена смельчаков, которые решились на эксперимент. Получается, драматург вместе с режиссером писал инсценировку уже над готовым произведением. И наша задача сделать это не литературщиной, просто вот как книга, да, которая сама по себе уникальна, но спектакль – это немножко же другая вещь. То есть сделать этих персонажей живыми. Мы очень много фантазировали, мы очень много придумывали, мы очень много работали. И сегодня, в принципе, поймем, в том мы направлении идем или нет. Итоговый показ эскизов состоялся в Татарском театре Нур в закрытом режиме. Его смогли посетить художественные руководители театров, писатели, чьи тексты брались за основу, и актеры. Организаторы и участники лаборатории надеются, что в скором времени их работы дойдут и до широкого зрителя. Субтитры создавал DimaTorzok